Друзья, всем приветики-приветики, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы заглянули на это мое парфюмерное видео. Сегодня у меня будет обзор трех новых ароматов, которые я купила на сайте Натина. Там была 10% скидка на многие ароматы, исключая те ароматы, которые и так были на Натина по акции. И среди всех троих, которых я купила, два аромата было по скидке, а один из них я взяла как бы по полной цене, но это и так была очень привлекательная, классная акционная цена. Опять-таки, два аромата я взяла вслепую по отзывам по ютубу, по фрагрантике. Мне очень хотелось иметь эти парфюмы, я наслушалась восторженных отзывов по поводу них. А один аромат я пробовала недавно в Брокарде, и в последнем моем видео, или в предпоследнем моем видео я восторгалась этим ароматом. Несмотря на то, что сладкие ароматы я еще совсем недавно абсолютно не любила, я не любила гурманику, теперь меня потянуло на такие парфюмы, мне хочется вот этой радости и счастья. И, наконец-то, я купила себе такой аромат, первый аромат из той линейки, которую недавно, ну, практически ненавидела. Сейчас я вам покажу распаковку этих трех ароматов. Вы увидите мою первую реакцию, мои первые впечатления по поводу этих ароматов. Я думаю, что это также интересно. И потом мы с вами обсудим то, как на мне эти ароматы раскрылись, как долго они на мне держались, понравились или не понравились, буду, носить не буду, удачная или неудачная была покупка. Что ж, увидимся немножко позже. Так, друзья мои, давайте распаковывать мои две посылочки с сайта Натина. Начнем, как видите, вот две штуки, одна побольше, одна поменьше. Давайте начнем та, что побольше. Распечатываем, раскрываем. Эта посылка была у меня около нескольких дней, то есть я ее сразу не раскрывала. Ой, наверное, неправильно, что ли. Да, неправильно. Вот, немножко подождала, но все-таки нетерпение мое меня погнало все-таки делать распаковку, потому что я уже не могла терпеть. Мне очень хотелось посмотреть, что в средине. Как видите, как всегда, в принципе, неплохо упаковано у Натина, хотя мне больше в пупырчатую пленочку нравится. Здесь все в пупырчатую пленочку завернуто. Все отлично. Два аромата я заказывала. Давайте их сейчас раскроем. Разрезаем фирменную ленточку Натина. И убираем, что с глаз долой. И первое, с чего мы начнем. Та-дам! Я все-таки взяла себе La Vie et Belle Unrose. Я о нем рассказывала недавно в моем видео о затестах из браккарда. И на этот аромат была очень классная цена на сайте Натина. Я, в принципе, не знаю, какая сейчас. Может, там и сейчас такая же цена. Но я взяла себе 100 мл. Вот такая огромная коробка. Давайте ее с вами посмотрим, рассмотрим. В принципе, все отлично. Давайте будем открывать. Хочу вам показать распаковку и сказать о своих каких-то первых впечатлениях. Нанести на себя. Потому что это, конечно же, очень важно, первые впечатления от аромата. Что у нас здесь? Розочка Lancome. Классно, кстати. Я еще не видела коробочек Lancome. У меня еще не было ни одного аромата La Vie et Belle. И вот она, красавица. Вот она. Огромный флакон. Да, очень красиво смотрится, конечно, флакон. Первая моя La Vie et Belle. И думаю, что, скорее всего, не последняя. Потому что ароматы мне сейчас заходят просто отлично. Тяжелое стекло. Выглядит, конечно, просто великолепно. На дне у нас наклейка с кодом, который, надеюсь, соответствует коду на коробочке. Да, все сходится, все отлично. Это красивейшая ленточка, бантик. Ну, в общем, миленько, очень симпатично, очень так презентабельно выглядит. Давайте попробуем аромат. Такая крышечка с металлическим... Это металлический? Нет. Пластиковая такая штучка. Такой пульверизатор. На нем написано La Vie et Belle. И наносим аромат. Класс! Очень приятно, очень сладко. И это то, что я сейчас ищу. Это аромат розы и малины. Я этого сразу не поняла, как только я пробовала этот аромат. Сейчас я прочитала в пирамиде, во-первых. Во-вторых, эта малина очень классно чувствуется с самого начала. В общем, аромат мне нравится. Сразу вам хочу сказать, что, скорее всего, это будет классное ароматное начало зимы, как я уже и говорила. Аромат радости и счастья. Надеюсь, что он хорошо будет раскрываться именно в зимнюю погоду. Так, давайте заберем коробочку от La Vie et Belle. И посмотрите, что я еще заказала. Я заказала аромат от Jenny Glow. Jenny Glow это у нас такая компания, которая делает очень похожие ароматы на Jo Malone. У меня есть уже один аромат. Я им очень довольна. Он очень классный. И это у нас называется аромат Forest Blue Bell, который копирует аромат колокольчика. Да, по-моему, он как-то называется колокольчик от Jo Malone. Я не помню точно. Давайте откроем эту коробочку. Кстати, что у нас здесь с кодами? Ну, все очень прилично. Все очень классно. Коробка, я вам хочу сказать, выглядит на свои деньги просто отлично. Упаковка очень хорошая. Слюда довольно-таки качественно вся заклеена. У меня, конечно, не получается красиво ее как-то открыть. Ну, ничего, я думаю, страшного. Открываем сам аромат. Среди нее такая черненькая эта коробка. И вот этот парфюм. Я его взяла вслепую. И, надеюсь, он меня не разочарует. Предыдущий аромат, который у меня называется черный гранат, по-моему, не помню ли гранат, он мне нравился на вид больше, чем этот. Потому что этот как-то немножко с этим голубым цветом мне не особенно нравится. Неплохая крышечка. Ну, в общем, могу сказать, что за те деньги, которые он стоит, он стоит около 400 гривен, он выглядит очень достойно. Так, давайте нанесем этот парфюм уже на другую руку. Ой, хоть бы понравился, аж переживаю как-то. Так, слушаем аромат. Очень приятный аромат. Очень свежий, очень нежно-цветочный. Сейчас начинает раскрываться по чуть-чуть. Ну, такой довольно-таки миленький. Очень приятный. Такая приятная цветочность в нем. Необычная такая. Ну, в принципе, я очень довольна. Хорошая стоимость, хороший аромат. И я пополнила свою коллекцию Jenny Glow. Мне хотелось бы, конечно, еще что-то от этого бренда себе прикупить. Ну, посмотрим. Так, давайте приступим ко второй коробочке. Здесь аромат, который я увидела у Ольги Бевол. Сейчас посмотрите, что это за парфюм. Совсем недавно она делала обзор на этот парфюм. И мне просто так захотелось этого аромата, что я не удержалась. На сайте Натина была шикарная цена на этот аромат. Опять у нас пленка. Все классно. Давайте ее разорвем. Снимаем пленку. Я думаю, что многие из вас уже догадались, что у меня в посылке. Кто смотрит, конечно же, Олины видео. И это почули эликсир от бренда Reminiscence. Вообще я не знакома с этим брендом. Ни одного парфюма не слушала. И благодаря Ольге я обратила на него внимание. Надеюсь, аромат мне тоже понравится. Что у нас здесь? Так, посмотрели. Давайте будем открывать. Плотная слюда. Хорошая упаковка-запаковка. Легко, в принципе, открывается. То есть я ее не испортила, эту слюду. И открываем аромат. Поможем себе немножко ножом. Так. Что у нас здесь? Очень хочется, чтобы аромат понравился. Ну, конечно же, исполнение самого флакона и жидкости в флаконе уже доставляет мне эстетическое удовольствие. Моим глазам это очень нравится. Очень хотелось бы, чтобы понравилось моему носу. Такой серебристый колпачок. Лаконичный дизайн. Я очень люблю такие флаконы. Вид у него, конечно, просто потрясающий. Такая практически прозрачная трубочка. Так. Открываем флакончик. Тяжелая крышка. Ну, это мне очень нравится в парфюмах. Давайте будем наносить. Так. Сюда нанесем. Холостых не было. Ого! Ничего себе! Ого-го! Ого! Как это сложно! Ну, я прям теряюсь в догадках, как это вам объяснить. В общем, да, конечно же, это пачули. Это горечь, это бальзамичность, это лекарственность. И это горький шоколад. В общем, это, конечно, круть. Это крутой аромат с нишевым звучанием. Потрясающая композиция. Я его сегодня еще поношу и слышу еще какие-то такие горько-медовые оттенки. Дерево какое-то интересное. Аромат теплый. Теплый по своей природе. Ну, в общем, красивый аромат. Сегодня я его поношу и расскажу вам дальше о своих впечатлениях. Я рада пока что. Могу сказать, что я рада. Все, что я попробовала, мне понравилось. Так, друзья, ну что ж, вы посмотрели распаковку этих трех ароматов и поняли уже, о чем идет речь. Один из этих ароматов я брала по рекомендации Ольги Бивол. Я еще раз повторюсь, наверное, в распаковке об этом говорила. Это блогер из Германии. Я смотрю Олин канал с огромным удовольствием и уже не раз купила ароматы по ее рекомендациям и отзывам. Первый раз это был аромат от Келси Бервин Аль Мационе. Я не знаю, правильно я говорю, неправильно, но он мне очень понравился. Сейчас я мечтаю купить дубль, то есть я хочу его повторить. Аромат действительно классный, аромат очень интересный. Аромат арабский, то есть восточного такого направления. Очень сложный, необычный, модный аромат, который мне очень понравился. Плюс его еще в том, что он очень бюджетный. И несмотря на то, что он сейчас подорожал практически в полтора раза, но он стоит тех денег, он стоит значительно дороже той цены, которая есть сейчас на сайте. Так, ну и начнем мы с вами с аромата, который я купила по рекомендации Ольги Бивол. Это Реминессанс Пачули Эликсир. Я не знакома с первой версией Пачули от Реминессанс. Многие его хвалят, очень красивый аромат, но говорят, что в нем страдает немножечко стойкость аромата, хотя композиция просто великолепная. Тот аромат очень старенький, 70-х годов, насколько я помню. Этот аромат выпуск 15-го года и он немножечко усовершенствован, мне кажется. Наверное, скорее всего в нем сделали получше громкость, стойкость и аромат действительно ощущается очень-очень ярко. Когда я только его открыла, вы слышали мою реакцию на этот парфюм, я была ошеломлена. То есть у меня челюсть отвисла, я не ожидала такого звучания парфюма. Да, я слушала какие-то необычные ароматы, но этот аромат звучал абсолютно по-нишевому. Хотя это не нишевая марка, это у нас ювелирная компания, но они делают и парфюмы очень приличного качества. Я, конечно, с ними не знакома, думаю, со временем познакомлюсь с некоторыми ароматами, которые меня больше всего интересуют. Но звучание здесь настолько необычное, что это вызывает просто шок. Настолько яркий, мощный, убойный, потрясающий старт у этого парфюма. Вот себе его еще раз нанесла, чтобы вспомнить. Почули очень яркие, почули и сырые, подвальные, землистые, всякие, и в то же время шоколадные. Шоколад здесь горький, черный. Еще я слышу красивую древесность, но это такая бочка, в которой хранится бренди или коньяк, или виски. Вот эта алкогольная нота дорогого алкоголя здесь очень ярко чувствуется. Очень сильная бальзамичность, лекарственность, какие-то травы, на которых настоен этот алкоголь. Какие-то сухие веточки, листики ароматные, очень ароматные и в то же время горькие. В окружении смол, бальзамов и какой-то горький мед здесь чувствуется, прям такой горький. Амбра здесь по-любому есть. Пирамиды там нет на сайте, там есть только три ноты, заявленных на этот аромат. Это сандаловое дерево, это почули и это кедр. Я могу сказать, что здесь намного больше компонентов. Он даже по своему звучанию, мне кажется, подходит для той пирамиды, которая была у просто почули. Аромат определенно получился очень красивый, просто обалденный. Это действительно парфюмерное искусство, его не поносишь каждый день, он не будет нравиться каждому. То есть это абсолютно, определенно, точно не попса. Это аромат на ценителя, на любителя, на нос, который заточен на такие ароматы. Я пока что не могу себя назвать таким человеком. Но тем не менее я стремлюсь к тому, чтобы разбираться и понимать именно такие парфюмы. Потому что я понимаю их красоту, я чувствую ее, как это звучит со стороны. А со стороны для меня звучит, знаете чем? Для меня звучит деревяшками, то есть полиньями, которые горели в костре, которые намочил дождь. Они отсырели и появился такой характерный запах плесени. В общем, здесь плесневелые такие пачули. Еще у меня есть ассоциация с этим ароматом. Старый заброшенный красивый дом или замок, возможно, в котором много красивой деревянной мебели. Она вся в пыли. Есть своеобразный запах плесени. Есть много сундуков с старинной одеждой. Эта одежда немножечко имеет такой нафталиново-заплесневелый аромат. Да, возможно, немножко странно звучит, но это очень красиво. И еще могу сказать, что этот аромат для меня абсолютно унисекс и даже немножечко в мужскую сторону. Так как нет в нем абсолютно никакой нежности, никакой женственности, но именно на мой нос. Это для любителей такого направления дымов, древесины, алкоголя, возможно, табачности даже какой-то, небольшой горечи. То есть это такой брутальный аромат, мне кажется, спокойно могут носить его мужчины. То есть этот аромат 100% не будет звучать дисгармонично на мужчине. Если вам нравятся такие ароматы вдвоем, этот аромат можно носить на пару. Считаю, этот аромат классно подходящим на осень. Это такой классный, атмосферный, глубокий осенний аромат, который немного напоминает костры, в которых сжигают листья. Раньше так делали очень часто, сейчас это запрещено, но тем не менее, все равно это явление еще случается. Что ж, буду понемножку его разнашивать, приучать себя к необычному звучанию. Но тем не менее, снимая шляпу перед мастером, аромат получился просто великолепный. Так, и следующий аромат этого видео, это Дженни Глоу, которая делает закосы под аромат Джо Малоун. И, кстати, очень удачные закосы. И этот аромат называется Форест Блю Белл, который является, ну, своеобразной такой копией аромата Дикий колокольчик у Джо Малоун. Я того аромата не пробовала, лишь читала о нем отзывы. И когда послушала этот аромат, я, в принципе, его таким себе и представляла. У аромата интересное цветочное звучание, но эти цветы очень акватические, озоновые, свежие. Аромат дает такой отсыл немножко к 90-м годам, когда была очень модна нота акватики, нота арбузов, огуречная какая-то нота. И это как раз в ту же сторону. Очень интересный аромат для любителей такого направления. Он очень свежий, он звонкий, он как ручеечек так журчит, переливается, искрится. Мне кажется, этот аромат классно подойдет, в принципе, на любой сезон. Но все же летом и зимой он будет звучать очень красиво. По-разному, конечно. Зимой он будет больше звенеть, переливаться и хрустеть. А летом он будет звучать более нежно, цветочно. Ну, я так почему-то думаю. Хотя, конечно же, попробую и все буду рассказывать вам. Что в этом аромате чувствую я еще дополнительно к тому, что я уже сказала. Кстати, на фрагрантике этого бренда, по-моему, еще нет, насколько я знаю точно. Заходить на Натина, смотреть пирамиду этого парфюма мне не хотелось. Но я здесь чувствую определенно цветочность. Цветочность полевого цветка. Этот колокольчик, который здесь заявлен, все может быть. Здесь также я чувствую ландыш, потому что аромат имеет некоторое мыльное такое звучание. Небольшое абсолютно, но именно такое, которое и дает ландыш. Здесь чувствуется амбра в базе. Он, кстати, классно держится очень на коже. У него хороший шлейф ощутимый. Поэтому я считаю очень качественный парфюм за такие недорогие деньги. Еще что я слышу в этом аромате, это огромное количество размятой в руках зелени, даже какая-то полынная горечь и какая-то немножко синтетическая нотка. Я не могу понять, что дает это звучание. Такое немножко пластиковое, такое немножко резиновое, вот что-то такое. В общем, все это очень интересно звучит. Абсолютно непросто. Да, я понимаю, что это цветочная композиция, легкая, такая воздушная, акварельная, возможно. Но в то же время она очень шлейфовая, очень стойкая и довольно ощутимая. Очень приятно звучащий парфюм. Мне кажется, он многим понравится. Подойдет в офис, это 100%. Подойдет и на весну в том же числе. Единственное, что вот сейчас осенью я бы такие ароматы не носила. Редко меня тянет именно на такие акватические ароматы осенью. Но, тем не менее, аромат получился очень неплохой. Исполнение флакона очень качественное, несмотря на его бюджетную цену. Неплохой пульверизатор. Трубочка, конечно, видна, но, тем не менее, она не особенно толстая. Толстое стекло. На дне у нас здесь отлито прям название Jenny Glow. В общем, в принципе, классное исполнение флакона для довольно-таки бюджетного бренда. Он мне понравился. Буду понемножечку размышивать и делиться с вами своими впечатлениями. И последний аромат, который я ставила на сладенькое, в прямом и переносном смысле этого слова, это La Vie et Belle An Rose. Очень я хотела этот аромат. Мне он так понравился тогда при затестах Бракарде. Я принесла блотер. Я пила ему дифирамбы в одном из последних видео. И я запланировала его покупку. И так получилось, что на Нотина, именно на него была хорошая скидка. Там была классная цена и на классику, и на классическую La Vie et Belle, которую я тоже, кстати, планирую к покупке. Но мне захотелось начать именно с этого, потому что мне показалось, мне так подумалось, что он будет прекрасно справляться с моим плохим настроением в конце осени. То есть добавлять позитива и радости, и также создавать предпраздничное настроение в начале зимы. Не знаю, справится ли он с этой функцией и ролью. Конечно же, с вами этим поделюсь. Но мне именно сейчас его прям хочется. Хочется обливаться таким радостным, веселым, позитивным ароматом. Звучание у него абсолютно не оригинальное. Можно сказать, даже попсовое. Но это меня абсолютно не останавливает. Сейчас мне такого хочется. Это необходимо мне как воздух буквально. Буду с удовольствием обливаться с ног до головы. И будь что будет. Надеюсь, я им никого не задушу, потому что он не настолько густой, плотный, как классический La Vie et Belle, которого хватает одного нанесения, и вы будете пахнуть целый день и хорошенечко шлифить. Здесь я, конечно, не уверена. Он более прозрачный. И да, он немножечко напоминает классическую La Vie et Belle, именно в базе, именно для меня, только в базе. В начальных нотах здесь очень яркая малина, сладкая такая, немножко даже вареньево-компотная. В сочетании с красными ягодами здесь заявлен розовый перец, я его, правда, не слышу. Потом на первый план выходят два вида розы, пион и ландыш. Такое цветочное, сладковатое сердце, сладость неубойная, очень спокойная. И в базе у нас здесь почули, ирис, еще что-то, уже не помню. Но, если честно, в начале я почули, как в La Vie et Belle классической не услышала, и ирисовой мягкости, пудровости также. Но если хорошенечко его разносить, расслушать, то да, действительно, база очень напоминающая классик. В общем, аромат очень классный, очень мне понравился. Он получился очередной антидепрессант парфюмерный для меня. Я очень ценю сейчас такие качества в ароматах. Буду носить его с огромным удовольствием. Уверена, что к нему будет тянуться рука. Он, конечно, на много чего похож в нашем парфюмерном мире современном, но это не умаляет его достоинств для меня. Такой своеобразный аромат счастья, позитива и хорошего настроения. Ну что ж, на этом обзор трех абсолютно разных парфюмов этого моего заказа с сайта Нотина окончен. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Если это так, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите под видео комментарии, я всегда жду ваших комментариев. А мы увидимся с вами совсем скоро в моих следующих видео. До скорых встреч, пока-пока!